Привет, ребят! Очередные шалобушки. Любите ли вы шалобушки? Так как люблю их я, особенно если они с хвостовиком, шестигранником ХЕКС 1,4. В общем, сегодня суть до дела, маленькая такая предыстория. Я, видите, уже, если вы заметили, потихонечку теряю зрение, пятый десяток, как-то по возрасту сообщили врачи, что пора. И для меня стало сложным выполнять такую процедуру, как установление четкого центра. Там, где нужно, допустим, либо это петли какие-то, либо это какие-то зимкованные отверстия, вы поняли, в пластинах, да? То есть я, в общем-то, эту проблему пытался решить вот такой вот штуковиной, по которой нужно тюкать молоточком и которую, соответственно, нужно прислонять в это зимкованное отверстие, тюкать молоточком, она делает насечку. Но, а не всегда получается так, что деталь можно отпустить, да? Она будет в свободном плавании и руки будут задействованы обе. Одна будет держать эту шалобушку, другая будет тюкать молоточком. Иногда так не получается. Да точнее, в наше время здесь все делаешь один, самсусами, что всегда так не получается, да? Наоборот, редкость, когда есть возможность использовать это. И вот хорошие люди во всем мире, не знаю, видимо, это сделали давно, я недавно узнал, придумали такую штуку, как центрирующий сверл. Соответственно, мои новые американские друзья, это набор центрирующих сверл от компании Snappy Tools. В их ассортименте есть наборы состоящие, вы видите, даже здесь в блистере есть специальные свободные места, есть наборы состоящие из пяти разных размеров, разных диаметров. Мне показалось, что вот это наиболее оптимальные размеры, там, где я, по крайней мере, чем пользуюсь, да? То есть и для дверей, и для каких-то там больших моментов. В общем, я посчитал, что этого мне будет достаточно. Вот, на оборотной стороне, как обычно, все у них написано, расписано, партии, страна производства. Вот, я тут разметил, собственно, уже открыл, разметил. Русские размеры получаются. Маленькое сверло 1,98, ну, грубо говоря, 2 миллиметра почти. Здесь 2,78, то есть 2,8, да? Здесь 3,57, ну, 3,6. Вот такие вот основные, основные параметры. В общем-то, наверное, все уже все и все о них знаете. Ну, естественно, они тоже так же, как и китайские, и у других производителей имеют управляемое сверло. Они полностью разборные. Все это можно уже забрать в хозяйство. Можно заменить сверло. У них есть сверло в продаже. Вот такие. Здесь баек. Шайбочка. Не буду мучить все это дело. Шестигранный, мой любимый хвостовичок. Все нормально, быстро одел, быстро отработал. Ну, и, соответственно, да, уже нет необходимости одной рукой держать, держать само вот такое вот устройство, да? А второй и той самой. То есть мы можем уже непосредственно держать элемент, который нам нужно четко зафиксировать на одном месте и шуруповертом сделать где-то дело. Ну, вот, собственно, давайте попробуем сейчас сделать такое одно дельце. Вот наш подопытный. На нем, собственно, и попробуем по тренировке. Возьму самое тонкое сверло. Занимаю. Ставлю скрю контрол. Собственно, здесь проделываем ту же самую операцию. Даже на маленькой скорости можем не переключать. Все. Шалобушка готова. В моем случае, не знаю, как для вас, для меня это вот некая панацея. Мне удобно, хорошо. Я считаю, что это действительно полезная вещь. Хотя опять справедливости ради надо сказать, что когда я искал, я видел много китайских вариантов, но я также видел видео обзоры на ютубе по китайским таким вот центрирующим сверлам. Людей то сверла лопаются, то еще что-то. Не знаю. Некоторые, наоборот, говорят, все здорово, замечательно. Справедливо будет также, наверное, сказать, что лучше там можно купить, не знаю, пять комплектов там китайских сверел, нежели одни вот эти. Не знаю пока. Ну, во-первых, я не очень часто их буду использовать. Во-вторых, я люблю себя любимого. И как-то сталкивался уже много раз и с китайским. Не все там барахло, но тем не менее. Мне как-то кажется, что все-таки эти будут понадежнее. Опять же, я пока искал, когда, вернее, заказал уже вот эти, после нашел других фирм, таких европейских или около европейских или европейских с производством в Китае, тоже как бы брендовые вещи, но подешевле стоимости. То есть, ну, эти товарищи считают себя премиальными и как-то, не знаю, все в одну дуду я теперь вот дудю. Не знаю, в общем, я посчитал нужным приобрести именно их. Вот показал, что это такое. Я думаю, все они будут однотипные, все они будут одинаковыми. Самые, может быть, просто здесь покачественнее сами северы. Вот здесь все абсолютно произведено. Все комплектующие этих северов в США. Ну, так, просто для обзора, как говорится, хорошая фирма, почему бы нет. Если есть возможность, можно, наверное, такие заказать. Вот, наверное, все, что хотел сказать, задавайте вопросы, давайте общаться. Bye!